Истерия по поводу русской угрозы так быстро набрала обороты, что власти прибалтийских республик уже на перегонки заявляют о готовности предоставить свои территории для натовских военных и тяжелой техники. Первый подсуетилась в Латвии, куда еще в прошлом году завезли бэушные английские танки и бронемашины. Повод пресечения провокаций со стороны России на границе. Конкретных претензий, разумеется, нет. Если существуют такие угрозы, то он должен сам вызвать, наверное, посла Российской Федерации вместе с МИДом и сказать конкретные претензии по этому поводу. Но меня туда не вызывают. Я прошусь сам для того, чтобы объясниться и назвать белое белым, а черное черным. А мне отказывают пока в этой встрече. Мнение собственных граждан местной политики не учитывают. При этом массовым тиражом выпускают инструкции на случай войны с Россией и призывают население заранее записываться в партизанские отряды, чтобы противостоять агрессии с Востока. Теперь вот открывают объятия защитникам из-за океана. Я считаю, что это позитивный шаг. Военная угроза для прибалтийских стран становится все больше. И мы уже не раз предлагали разместить у нас американскую технику. Я рад, что нам удается прийти к конкретным решениям и, надеюсь, все планы удастся реализовать. Для нас очень важно, чтобы граждане Литвы чувствовали себя в безопасности. Конкретные сроки размещения техники американских солдат пока не называются. Известно ли, что базы будут расположены в приграничных с Россией районах. Пятитысячную группировку усилят основными американскими боевыми машинами, танками Абрамс и БМП Брэдли. Чем теперь будут заниматься многочисленные армейские и полицейские части прибалтийских стран, неясно. Размещение этих войск указывает на то, что уровень самостоятельности прибалтийских стран снижается. Это формирование такого санитарного пояса вокруг России государств принципиально и сильно зависящих от Соединенных Штатов. Заявления о будущем размещении натовских войск в Польше, Латвии, Эстонии и Литве звучат на фоне масштабных учений НАТО, которые сейчас идут в Восточной Европе. В них участвует более 15 тысяч солдат из двух десятков стран, в том числе и из формально нейтральной Швеции. Особенно тщательно отрабатываются действия так называемых VJTF – Объединенных Оперативных Сил Высокой Готовности. Они учатся реагировать на вызовы в кризисных районах на южной и восточной периферии. Балтийские учения демонстрируют единство нашего альянса – солидарность и направлены на укрепление безопасности в регионе Балтийского моря. Мы отработали весь спектр боевых и тактических задач. Я думаю, это хорошо продемонстрировало нашу решимость. Маневры подаются жителям Европы в режиме голливудского шоу. Видеокамер на учениях едва ли не больше танков, самолетов и кораблей. Телесюжеты и газетные статьи наполнены восторгами. Авангард НАТО прибыл в Европу. Владимир Путин получил ясный сигнал. Передовые отряды альянса на защите демократических ценностей. Впрочем, трезвомуслящим людям все и без лозунгов понятно. Самая главная цель – это увеличение степени контроля со стороны Соединенных Штатов над Европой в целом и в частности над европейскими странами. Эксперты в самой Америке отзываются о натовских учениях гораздо жестче. Нагнетание атмосферы страха в Европе и разжигание военной истерии. И констатирует, в Старом Свете начали отделять свою внешнюю политику от американских указаний. Поэтому усилия с помощью учений продемонстрировать единство – жалкая попытка выдать желаемое за действительное. Аналитики отмечают и то, что на маневрах натовские войска демонстрируют скорее несогласованность. Об этом говорят и проблемы с безопасностью. Несколько дней назад российские активисты проникли на полигон Адаже, который считается лучшей базой НАТО в Прибалтике. Александр Куркин и Андрей Попко заменили на флагшоке американский флаг на стяг в цветах георгиевской ленты. Рижский суд арестовал молодых людей и выдвинул против них очень серьезные обвинения в шпионаже и попытке совершения теракта. По заверениям самих активистов, акция была сугубо мирной. Они даже лозунгов не выкрикивали, а всего лишь принесли листовки с протестом против размещения баз НАТО без границ России. Европа гордится тем, что ее граждане могут свободно выражать свое мнение. В том числе и протестами, способами. Но, видимо, только не тогда, когда речь идет о покровителях из НАТО. Куркину и Попко грозит пожизненное заключение.